Без торжественной церемонии и аплодисментов. В этом году золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, готов к труду и обороне, вручали на рабочих местах и по месту жительства. Евгений Михайлович, рады вас поздравить с заслуженным, буквально в смысле слова, заслуженным золотым значком. Вам удачи, всего самого доброго. Огромное благодарность за любовь к юбилитскому спорту и к спорту вообще. Дальнейших успехов, всего самого-самого. Спасибо большое. Спасибо. Евгений Беконя, обладатель золотого знака ГТО. Спортом занимался всегда. Любимые виды – волейбол и настольный теннис. При сдаче нормативов больше всего волновался за плавание. Как оказалось, зря. Потому что я думал, что не успею, не уложусь во время. И опередил там норматив на 20 секунд. Но так быстро. Не надо было мне так быстро плыть, потому что я еле потом отдышался. Это же самому себе что-то, да, доказать? Да. Да. Вот мне 55 лет, и я думаю, что как я вот по нормативу смогу в своем возрасте быть или я уже старый. Спорт для меня вот сейчас в это время нет спорта, два месяца уже, и мне очень тяжело охота со своими встретиться, с кем мы тренируемся. У нас в этом году приступило очень много участников. Выполнили на знак 183 человека. В четвертом квартале нам пришло 123 знака. Это самое большое количество знаков по всем кварталам. Кому-то мы отдали руководителям организации, кому-то мы вручили лично. Для Валерия Запрудного это уже второй значок ГТО. Первый получил около 60 лет назад. Принимает активное участие во всех соревнованиях по настольному теннису, увлекается футболом и боксом. Агитирует за здоровый образ жизни, занятия скандинавской ходьбой и сдачу норм ГТО. Интересно, это я согласен, что посмотреть в каком ты сейчас физическом состоянии. Хотя, я так честно сказать, нормы у нас не в школе, так и стали. Не очень. Вот, например, тогда, когда меня спрашивали, когда в школе, там такие нормы были, что на бронзовый этот значок надо было. Сейчас щадящий, да? Щадящий, да. Ну, вы готовились для того, чтобы... Ну, естественно. Ну, да, конечно, проверили себя, для того, чтобы выполнить норматив какой-то надо. Хотя нормативы, я вам скажу, что вот для нас, вот для тех, кто занимается, и вот нормативы нашей вот этой, как там сказать, категории, это они... То есть вам легко, да? Да, я без проблем. Но если не заниматься, если не делать зарядку, если не ходить скандинавской ходьбой вообще, то есть не быть в физической форме, то тоже это очень нелегко. Среди выполнивших нормативы на золотой, серебряные и бронзовые знаки отличия угличане разных профессий и возрастов. К комплексу ГТО подключились и муниципальные служащие, специалисты практически всех управлений администрации района. Бегали, прыгали, подтягивались, метали снаряды, стреляли из электронного оружия и не только. Очень здорово, что вы не только симпатичные, но и спортивные, как бы, тем более на золотой значок, поэтому дальнейших успехов и трудовых и спортивных. Оксана Викславовна, это важно. Вот если взять статистику, мне так кажется, что больше восьмая, девятая ступень, то есть сорока и выше. Вот это самая основная масса. И очень много еще седьмой ступени, то есть с тридцати лет. Молодых-то маловато. У нас, конечно, с восемнадцати лет. И там очень сложные нормативы. Им сложнее выполнить. Это, конечно, повышает и дух, и, ну, не знаю, мотивацию заниматься спортом. Какие-то достижения, то, что есть у тебя значок. А сама что больше всего любишь, чем интереснее заниматься? Бег, занятия в зале, танцы. Все, что связано со спортом. Я занимаюсь спортом, учусь на фитнес-тренера. Значок – не сама цель. Важнее выработать привычку заниматься спортом и физкультурой. И, конечно, не останавливаться на достигнутом. Продолжение следует...